Ирина Купченко – российская актриса театра, которую назвали Тургеневской девушкой и считали самой утонченной красавицей советского кино. Актриса на самом деле сумела заявить о себе с первой же роли в кино. Перед её талантом и красотой не устоял сам Андрей Кончаловский. Но главной любовью в жизни Ирины стал вовсе не он, а блистательный Василий Лановой, брак с которым держался на взаимоуважении десятки лет. И разлучить супругов смогла лишь смерть именитого актёра. Почему актриса не боится старости? Тернистая дорога к счастью? И как Ирина Купченко переживает смерть Василия Семёновича? Традиционно свой день рождения Ирина Купченко празднует 1 марта. Однако во многих источниках можно встретить информацию о том, что родилась актриса в ночь с 29 февраля на 1 марта в высокосном 1948 году, причём незадолго до полуночи. Появилась на свет будущая актриса в Вене, в Австрии, где служил её отец военный. Росла Ирина Купченко в Киеве, где занималась во Дворце пионеров в нескольких кружках – театральном, хореографическом и кинооператорском. Она мечтала об актёрской профессии, но родителям удалось убедить её в необходимости заняться чем-то более серьёзным. Якобы дочери военного не пристала гримасничать на сцене. И Ирина поступила на факультет иностранных языков в университет. После смерти отца Ирина с мамой переехала в Москву и стала студенткой театрального. На съёмочной площадке Ирина Петровна оказалась благодаря Андрею Кончаловскому. Режиссёр искал актрису на главную роль, а Купченко вместе с подругой хотела немного подзаработать. Девушки планировали участвовать в массовке, но перепутали павильоны и предстали перед глазами Кончаловского. Его сразу поразила утончённая красота Ирины. После удачных проб режиссёр утвердил Купченко на роль Лизы в экранизации «Дворянское гнездо». Он сумел сразу же что-то разглядеть в Ирине, а во время съёмок увлёкся начинающей актрисой. За их стремительным романом наблюдала вся съёмочная группа. Однако как только закончились съёмки фильма, отношения прекратились. Обиды друг на друга не держали, расстались с друзьями. Остывшие чувства не помешали двум творческим личностям продолжить сотрудничество. Купченко никогда не говорила о том своём романтическом приключении, однако его очень подробно описал в своей книге сам режиссёр. К моменту окончания съёмок в «Дворянском гнезде» за Ириной тут же начал ухаживать художник Николай Двигубский, двоюродный брат Марины Влади. Страстный роман вполне ожидаемо привёл влюблённых к дверям ЗАГСа. Правда, брак продлился всего год. Поначалу жизнь в мастерской художника на стареньком диване и с таксой, которую завели молодожёны, казалась сплошной романтикой. Но когда пыл немного угас, они поняли, насколько не подходят друг другу. Отношения перешли в разряд дружеских, и супруги решили расстаться. К этому времени Ирина уже служила в театре имени Вахтангова. Именно там она и встретила любовь всей своей жизни. Они стали удивительной парой. «Кто у нас муж?» «Волшебник». «Предупреждать надо». Василий Лановой и Ирина Купченко. Он – брутальный красавец с правильными чертами и решительным взглядом. И рядом с ним она – тоненькая, хрупкая, почти невесомая. Актёр наконец-то обрёл семейное счастье, о котором так долго мечтал. Ирина же приобрела в лице Василия не только любящего мужа, но и верного друга. Они оба к моменту заключения брака знали, что такое боль расставания, и поэтому старательно оберегали своё счастье от всяких жизненных невзгод. Каждый из них понимал, насколько трудной может быть жизнь актёра, и поэтому муж и жена старались не переносить свои творческие мечтания в семью. В 1973 году у Василия и Ирины родился первый сын Саша, а через три года – второй сын Серёжи. Лановой очень любил творчество Пушкина и Есенина, поэтому и сыновей назвал в их честь. Василий Семёнович часто ревновал свою красавицу Ирину, но сама она сделала всё, чтобы сохранить островок хрупкого семейного счастья. Их брак оказался не просто удачным, он был наполнен счастьем любви. Когда-то очень давно они договорились, никогда не будут обсуждать свои творческие проблемы при детях. Василий и Ирина не хотели, чтобы их сыновья выбрали театральную карьеру. Удивительно, но супруги старались даже в театр водить детей нечасто. И сыновья не заболели профессией родителей. Александр закончил исторический, а Сергей – экономический факультет МГУ. В 2013 году в актёрской семье произошло большое несчастье. Их младший сын Сергей скоропостижно скончался от сердечного приступа. В тот момент супруги находились на гастролях, а новость о случившемся застала их буквально перед выходом на сцену. Лановой собрал в кулак всю свою волю и смог отыграть спектакль, а вот Купченко не нашла в себе сил появиться на сцене. Кажется, эта потеря ещё больше сплотила актёров. К тому же они знали о том, что у Сергея есть внебрачная дочь, в воспитании которой дедушка и бабушка стали принимать самое деятельное участие. Они никогда не говорили о том, чего стоило им продолжать жить и работать после смерти сына. Они вообще о своих интервью старались не касаться личной жизни, дав друг другу ещё в юности обещание не вносить на суд широкой общественности то, что происходило в их семье. На протяжении многих лет Василий и Ирина смотрели друг на друга с нескрываемой нежностью и любовью. При этом муж актрисы был человеком непростым, как многие творческие личности. Он мог быть вспыльчивым и импульсивным, но Купченко всегда удавалось гасить конфликты в зародыше. Вместо того, чтобы спорить с мужем или ссориться с ним, Ирина Петровна собиралась и уходила гулять с собакой. Или даже садилась за руль и уезжала в домик в Мценском уезде, давая мужу время остыть и осмыслить происходящее. В январе 2021 года не стало Василия Ланового. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти народного любимца, но победить коварный недуг по невмонию не смогли. Пока Лановой боролся с недугом, супруга находилась с ним рядом в больнице. Артистка до последнего верила, что мужа удастся спасти, но чуда не произошло. Пережить утрату актрисе помог старший сын Александр. Известно, что он женился в возрасте 45 лет на Ирине Братчиковой, специалистке Российской государственной библиотеки. Сейчас сын поддерживает связь с матерью и заботится о её здоровье. Актриса активно участвует в спектаклях и также занимается организацией конкурсов стихов, посвящённых памяти её мужа. Вдова и старший сын актёра делают всё возможное, чтобы сохранить память Василий Лановом. Ирина Петровна также уделяет много времени воспитанию внучки Анны, которая является дочерью младшего сына Сергея. Несмотря на то, что девочка родилась вне брака, Ирина Петровна невероятно счастлива, что у Сергея есть наследница. И это подтверждает, что жизнь продолжается. Сейчас Ирина Петровна старается не показывать свои эмоции, ведь у каждого есть своя дата ухода, и с этим ничего не поделаешь. Она по-прежнему в строю, выходит на сцену родного театра. Кстати, телевизор актрисы почти не смотрит. Она не любит праздного времяпровождения. Для неё лучший отдых – это смена вида деятельности, а не долгий сон, как для многих. В одном из своих редких интервью Ирина Купченко призналась, лучший отдых для неё – это генеральная уборка квартиры. А ещё она очень любит работать на земле, сажать деревья и разные растения. Она уже высадила множество деревьев и гордится тем, что они будут расти, когда самой актрисой уже не станет. Ирина никогда не стремилась скрыть свой возраст и не кокетничала, говоря о том, что чувствует себя на 18 или 25 лет. По мнению актрисы, лучше смотреть правде в глаза и осознавать реальность во всём её великолепии. Она признаётся, что ощущает себя именно на тот возраст, который указан в её паспорте. Она не волнуется и не переживает по этому поводу, потому что возраст всё равно прибавляется, независимо от её желания или мира ощущения. К тому же в кино и на театре сцене она часто играла героинь старше себя, поэтому привыкла к возрасту. Именно это и помогло плавно перейти в зрелость и принять себя.